Итак, дорогие друзья, теперь давайте разберемся, что будем делать дальше. Итак, мы с вами начали изучать три языка, Python, Kotlin, GC. И в серии курсов мы на примере сначала Python изучили вход в языки. То есть, то вообще в чем принцип работы с языками, как написаны в библиотеке, по сути дела, вот эту вот связку. Переменная функция класс. И мы все это написали с вами. Теперь я бы хотел, чтобы мы с вами далее начали Django. Хотя сразу скажу, что Django надо работать, когда у вас есть понимание классов, в первую очередь, и функций. Но с другой стороны, я подумал, ведь по сути дела мы нетерпеливы. Поэтому вот что сделаем. Мы начнем Django, чтобы, по крайней мере, напишем первое приложение, напишем первое приложение, чтобы вы убедились, опираясь на тот материал, что ага, вот я пишу функции, значит мне функции надо досконально знать. А вот тут я пишу классы, значит мне надо досконально знать. А вот здесь я, например, мы с вами тронули, уже затронули списки. И вы когда-то, я помню, в 2009 или 2010 году открыл файл настроек. Django позвал светлячка, свою жену, и говорю, вот смотри, что здесь. Она говорит, ну, какие-то там каракули, неразбериха. Я говорю, так это вот списки. Тогда первый раз я увидел, для меня кавычки стали не просто кавычками, а строкой. Для меня квадратные скобки стали не просто квадратными скобками, а списком. Поэтому я думаю, что неплохо будет это осознать, то есть заложить основы. Я говорю к тому, что вот мы с вами как договоримся сейчас. То есть в школе вообще надо, а, еще сейчас вот дополню, надо отталкиваться от путеводителя. Я специально его вбил, чтобы вы не запутались. И он делается по ходу. Вот. Но сейчас я вам говорю, что данный момент я вас перенаправлю на Django, а потом вы уже изучаете Python, решили, уже можете сами переходить в раздел становления, потому что уроки по Django я продолжу писать. Также мы с вами будем изучать нода, то есть JavaScript. Будем писать JavaScript в нода, да, в нода, и потом изучим несколько фреймворков, но об этом позже. А сейчас нам очень важно установить Jupyter, грубо говоря, Jupyter, командную строку, которую можно сохранять. И вот поэтому сейчас я все-таки прибегну к Django, потому что надо понять принцип именно поработать со справкой Django, чтобы научиться начинать нарабатывать навык достраивания кода, да. Это надо показать на практике. Если мы возьмем Django или любую другую справку, абсолютно любого продукта, абсолютно любого продукта, то мы увидим, что все изображается в командной строке. Так вот, я хочу вам показать практически, вот работая с такой справкой, чтобы вы начали делать именно так. Так как новичку, как правило, проще написать функцию саму, а потом посмотреть, работает или нет. Это неправильно. Django, что такое Django? Это, по сути дела, все строится вокруг базы данных. Извлек продукт, извлек запись, а дальше делай с ней что хочешь. Так вот, вся справка Django построила, в принципе, на этом принципе, да. То есть, все идет работа с определенной моделью, с какой-то строкой. Так вот, это все надо делать именно в командной строке. А куда вывести код, использовать блоки, допустим, там, toExit или там ifElse, то есть, это все должно происходить у вас в голове. Мы должны научиться сосредотачиваться на главном, на получении объекта с базы, да, если касается конкретно Django. И вот это все надо делать, обязательно начать проделывать именно в Юпитере. Если вы будете работать с Юпитером, то есть, у вас наработается этот навык. Что вам это даст? Это вам даст, в первую очередь, уверенно работать, дальше строить свои представления, именно писать функции, писать классы, так как центральное понимание, как и что извлечь, как получить доступ, у вас оно будет уже перед глазами всегда. Второе, понимать будете справку очень хорошо, любых продуктов. Третье, сможете, так как будем работать с справкой, и вы будете комментировать, сможете действительно описывать, а это значит набирать в поиске более точные фразы. В общем, это масса преимуществ. Договорились. Все. Ну, тем, кто начал с этого видео, сайт spb-tut.ru Это новый проект школы, который я еще... Школа работает с 13-го года, но, в принципе, с 17-го года я уже задумал изменения. Немножко другой подход, совершенно иной, чтобы воспитывать сразу профессионалов. Да, путь длинный, но, тем не менее, все состоит из простых вещей. А далее. Все, спасибо.